Всем огромный привет, ребятки! Я дома. Только что пришла от Жени, от Дани и от Полины взять на работе. Ребятки, ну что, мы действительно с Витей привезли сюда дождь. Вчера он еще такой был легкий, сегодня льет уже, наверное, часа три точно. И прям такой конкретный, поэтому я уходила от Жени, она мне дала зонт. Я говорю, да чур, давай бы я вся промокну, еще я одела каблучок, ну короче, плавала по лужам. Ну ничего, это здорово. Польются наши поля, будет хороший урожай. Что очень-очень сейчас нужно, да, сейчас, я не знаю, по крайней мере, мы когда ехали с той стороны, где идут дожди постоянно, там действительно, вот океанная зелень, ну все буяет, все цветет, все растет. Сюда заезжаем уже ближе-ближе к дому, и Витя Гожелен, посмотри какая земля, сухая, в трещинах. Выезжали из Одессы, там прямо буквально на выезде просто желтая трава, вот деревья еще зеленые, а трава желтая, как будто бы осень. Он говорит, ну божечки, надо же, все погорело. Ну короче, дождик очень нужен, пускай идет, потому что дома у нас тепло и уютно, Степочка рядом, он от меня не отходит тут рядышком, главное не споткнуться, потому что не всегда его видишь, он сливается с линолеумом, с коврами. Ковры, кстати, поубирали, слава богу, меньше будет пыли, меньше будет мытья, уборки и так далее, протер и свеженько и чистенько. Ну и дома, кстати, сейчас не душно, потому что на улице идет дождь. Все, мои хорошие, Даня меня встретил, ну вообще обалденно, ну Полиночка как Полиночка, она девочка, она лапушка, она обнимет и обнимет, но Даня, это ж понимаете, у него все на эмоциях, он мне сначала показывает все свои игрушки, что у него есть новенького, потом показывает все, что он умеет, потом резко начинает стесняться. Ну короче, я принесла, Витя нашел, спасибо ему огромное, Витя видит красивые камни, нашел два красивых камешка, такие они прямо переливаются, и зеленый цвет, и красноватый, и желтый там, короче, такие прямо красивые два камешка для ящеречки, которая у Полины живет в клетке. Ну где там до ящеречки они дошли, ну и тут же забрал их Даня, и короче, я им делала массаж этими камешками, они гладенькие такие, в общем, легли два клиента, я их массировала, водила камнями, короче, масса удовольствия, он и стучал эти камнями, все же показывает, что эй, эй, я, я ж, Дидя, бабушка не хочет. Женя говорит, мам, говори ему бабушку, ну поправляй его, то все, проси, чтоб сказал. Он говорит, когда меня нет, а меня он Дидей зовет, как и Полю, короче, я везде с ним рядышком, ну в общем, наигралась, накувыркалась, Даня пошел в спадки, я ушла тихонечко, потому что, ну, прощание, это что же надо, надо и так, и так, и короче, ну, растет ребенок, он сейчас похудел, стал длинненьким таким, кажут, эй, мальчик лапшичка, он же вот такой вот, как лапшичка. Короче, я пришла домой, и надо что-то готовить на ужин, сейчас будем с вами приступать к приготовлению ужина. Заранее я начистила уже молодой картошечки, она у меня стоит, залита водичкой, вот, кстати, покупала у женщины, она сказала, что чистится нормально, ну, нет, я так трошки постояла с ней, знаете, как хочется, чтобы все эти снялись кожурки, ну, в принципе, если она где-то и попадет, она выстояна в воде уже хорошо, наверное, с минут 40 стоит уже, как я ее почистила и начала готовиться к следующей работе, поэтому я ее просто заливаю водичкой, немного совсем воды, чтобы покрыла, не кипела долго, а чтобы была покрытая на кастрюльке, все, включила, и будем дальше готовить с вами. Картошечка хорошо, а до картошечки что надо? Селедочка! Все, она же, муха, залетела муха, цекотуха, позолоченная брюхо. Настроение хорошее, ничего не болит, ничего не тревожит, дети живы-здоровы, самое главное, все бодрые, и единственное, что сегодня не попадаю к Юле, уже ей позвонила, говорю, дочур на сегодня отбой, она говорит, ма, я давно поняла, ну, куда в такой дождь ехать, это самое, на дачу, мы сами, говорит, сидим, на дождь куда пойдешь? Не в огород, не во двор, вот так, что, говорит, мам, успеем еще увидеться, встретиться и так далее. Так, все, сейчас я, ой, что-то заработалась я, заработалась. Знаете как? Отвыкаешь от дома! Не то, что там отвыкаешь, а как-то, ну, пока соберешься с мыслями, где чего лежит, есть такое. Так, я проложила бумагой досточку и начинаю разделывать селедку. Этот нож мне не нравится для селедки, а вот этот нравится. Вот, сейчас я ее почищу, положу на тарелочку, полью маслечком, пусть она себе ждет своего времени. А вот, а пока картофель варится, который я включила, молодец. Вот так, ребятки, пролетело, промчалось времечко, и мы уже дома и все в хозяйстве. То-то, то-то. И на станцию я сегодня тоже не поехала, потому что в такой дождь мотоцикл гнать, сами понимаете. То-то, корешки от путевки еще у нас, ну, это невелика проблема, я думаю, меня не потеряют из виду. В понедельник отвезу. О, с икрой! Селедочка попалась с икрой. Все доброе. Кстати, насчет селедки, да, все вы знаете, что мы ее очень любим, очень часто ее кушаем. Так, надо пакетик для таких дел, да, не выбрасываю такое в ведро, а выношу кошмариком на улицу. Пускай полежит здесь. Так, руку мою. Селедку тоже смываю, вот эту сукровицу, прямо под крагом. И внутри вот эту черную пленочку тоже убираю, потому что она дает горчиночку. Ничего, что я к вам боком, ребята. Я как только стою вот именно в таком положении и сразу вспоминаю анекдот. Помните его, да? Не буду повторяться, а то скажете, о, встал и анекдот и нам рассказывает. Все, я промыла серединку, еще так прочищу ножичком, чтобы, мало ли, знаете, где-то, может, осталась черная пленочка, кусочки. Базар опять, я же говорю, вышла на рынок, ну, вообще. Вишня сейчас идет, хорошо, вишня уже в продажу. Кстати, нам надо будет тоже как-то присмотреть. Завтра суббота, может быть, сходим на тот рынок, на дальний. Надо тоже, наверное, с ведерка купить вишни и варенье сделать и заморозить. Компоты, ребят, я не готовлю на зиму, потому что, ну, таких у меня напитков, людей, которые пьют компоты, очень много. Но я всегда с большим количеством вареного компота в холодильнике. Он у меня всегда есть в наличии. Поэтому закрывать его, ну, я как-то не вижу смысла. Когда были детки маленькие, то да, очень много закрывалось этих компотов. Женя их называла маленько. Почему маленько? Потому что в компоте маленькие ягодки, их можно доставать и кушать. Так вот, я маленьку сейчас не закрываю, потому что я готовлю много, варю много компотов. Вот, впрок, две кастрюли сразу. И у меня всегда в заморозке лежит три, две, четыре по-разному бутылки с компотами. То есть, когда ко мне идут гости, я понимаю, что надо разморозить бутылочку. И у меня всегда свежий компот. Не закрываю. А варенье вишневое очень люблю. И, наверное, хотелось бы его закрыть. И поэтому нужно будет завтра, наверное, сходить на рынок. Ну, это я так планирую. Посмотрим на погоду. Если на завтра тоже дождь, то, конечно, рынок никакой не будет. Что вам еще рассказать? Ребятки, я все-таки еще не отошла от поездки. Правда. Я утром просыпаюсь и немного блукаю по квартире. Думаю так, туда ли я иду. Потому что, будучи там, в нашем санатории, я раз ночью встала, блуканула. Там, получается, теневые шторы. Окошки закрыты. Там прямо довольно-таки темно. Если у нас нет теневых, и у нас как-то просветы есть, солнышко или луна ночью как-то светится. А там прямо, говорит, темно-темно. И я блуканула. Думаю, шкаф не туда. Вот как бывает. И поэтому я сегодня, конечно, очень хорошо спала. И вчера очень хорошо спала. Знаете, как своя подушечка. Свой родной диванчик. Степа рядышком. Так что, да, действительно, очень хорошо, что мы съездили. Поменяли все. Буквально и местность, и кровать, и кухню. И все-все-все. Это надо делать, это нужно, если есть возможность. Конечно, сейчас немного не то время. Да, даже не немного, а в принципе совсем не то для отдыха. Но жизнь такая штука, ребята, что мы спешим, спешим попользоваться всеми радостями жизней, которые нас окружают. И есть возможность, слава богу. Так, косточки в этой выняла. Сейчас в этой вытащу. И картошечка моя закипает. Все эти косточки кошечка на улицу, в мисочку складываю. Полина выросла, хорошо закончила школу, оценки показывали. Молодец. Еще не знаю, какие оценки у Леночки. Не думаю, что хуже, чем у Полины. Они у меня умнички обе. Хорошо учатся, занимаются. Молодцы. Да, когда внуки действительно радуют. Где-то еще один удачок едет. Сегодня должен быть, но не у нас, а вообще приехать домой. Наверное, завтра увидимся. Думаю, что увидимся. Соскучились тоже за ними очень. Будем встречаться и общаться. Так, селедочка у меня почищена, ребятки. Сейчас я тут тряпочку сполосну вытру с пол. И будем разделывать. Оп. Оп. Так, все. Нож. Возьму другой нож. Вот эту вот штучку я очень люблю. Брюшко. Вы любите брюшко? Оно у меня такое прикольное. Жирненькое. Обожаю. Всегда его так ложу с краешку и всегда его съедаю. Так, все. Селедочка без костей. Порцион нарежу на кусочки. И на блюдо. Ммм, прелесть. Женя, как всегда, угостила вкусностями. Она делала такое рагу. Но оно не, в принципе, не совсем рагу. Короче, молодая картошечка, кабачок, лучок и помидор. И это все в духовке с сыром. Ой. В духовке с сыром запеченное. Вкусно. Тарелочку у меня, тарелочку насыпала. Я угостилась. Я, Женя, ну я, в принципе, не голодная, но угощает. Я угощаюсь. Спасибо им. Так, лучок. Я порежу, ребятки, зеленый. У меня есть и репчатый рядом порезанный. Вернее, почищенный. Но это будет у меня еще для второго блюда. Для картошечки. Замярочка. Все, лучком укрываю. Показываю еще одно, что я буду делать. А потом уже покажу все, как всегда, что у меня получилось. Эх, сочный зеленый лук такой, аж скачет. Сочный. Все, и у меня здесь жареное маслечко. Все, середочка готова. Картофель закипел. Я его обязательно посолю. И пускай готовится дальше. Все, середочка готова, ребятки. Теперь я беру пакет. Пакет, 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 которого у меня нет. Я убежала за пакетом. Две минутки. Беру пакетик. Насыпаем сюда муки. Чтобы не распылялась мука по столу. Немножечко соли. Немножечко сухого чеснока. Немножечко черного перца. Все это перемешиваю. И нарезаем кабачок. Ой, в нос что-то прямо. Ах, воздух. А, перчик. Думаю, что ж такое перчик. Вот так вот тоненько режем кабачки. Вы поняли, да? Я их хочу обжарить. Так я порежу три кабачка. Чтобы не марать руки в муке, я отправляю в... Так, посолить, ребятки. Спешу. Спешу, не знаю куда. Так, так, так. Сначала их нужно просолить. Все три. У меня три кабачка. Я их все сейчас нарезаю. Посолила. Потом макаю в муку и обжариваем. Аnelle ассорանанька. Здесь тоже его есть. Как один макаю? Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, мои хорошие, я приготовила ужин Садимся сейчас кушать с Витюшкой На улице дождь, ну такой льется Просто, ну, пелена стоит Говорит, совсем вода с неба Просто как прорвало, ну ничего, пусть поливает Итак, ребятки, я сделала салат Из свежей капусты Две помидорки, один огурец Зелень И майонез Ложка майонеза, ложка сметаны Майонез еще мой остался Так, дальше, вот она наша красавица, селедочка С зеленым луком, с пахучим маслом подсолнечным С домашним Короче, вкуснотища неимоверная Молодая картошечка Здесь у меня небольшой кусочек сала Лучок Обжаренный на сковородочке Вместе со шкварочками Посыпала все укропчиком Картошечка с пылу с жару Еще порует И пока готовилась картошка и зажарка Я прожарила три кабачка Порезанные на пятачки Присолила их В муке обваляла в пакете И переложила То есть, вот такие вот Пенечки получились Значит, кабачок, майонез с чесночком Помидор Опять кабачок, майонез с чесночком Помидор И сверху просто майонез Чуть-чуть взрыхлила вот такой зеленушкой Остаток укропчика Посыпала, нарезала хлебушка Все, достаю вилочки Зову Витюшку И будем садиться ужинать Вместе со Степашкой Который ждет меня И ждет Кс-кс-кс Степочка Посмотри людям в глаза Степаш Кс-кс-кс-кс Мальчик Вот таким образом, ребятки Все Но я считаю, ужин безупречно будет вкусным Вот именно в эту пору Вот такие блюда Они всегда как стандарт И быстро Недорого Очень-очень вкусно Присутствие мяса Ноль Просто кусочек сала Селедочка Ой, короче Чудесно, расчудесно Всем, кто сейчас обедает Приятного аппетита А у нас это будет ужин Вот А на десерт у нас есть Почищенная клубничка Остывшая в холодильнике Мы ее поклюем Светюшкой Как две Два таких чудных человека Короче, мы чудим Как можем Улыбаемся Как можем И вам хотим поддать Хорошего настроения Отличного дня Мирного-мирного неба Мирной-мирной ночи Спокойной Будьте здоровы И как всегда Просьбочка Если вам видео Понравилось Поставьте пальчик вверх Напишите все Что вы думаете Об этих блюдах Которые я сегодня Приготовила Как вы относитесь К простой Украинской кухне Я очень Залюбкой Ну и конечно же Ставьте лайк Подписывайтесь К нам на канал Пишите все Что вы думаете Я Машка-повторюшка Все, мои хорошие Все До завтра На этом все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok